привет еще раз ну я уже не знаю какими словами мне еще раз это сказать но надо как-то это сделать потому что меня засыпали вопросами однотипного характера и даже в чате сейчас марафон деньги мужа прошли обсудили обмусолили и опять сделали те же самые ошибки девчонки и мальчишки и сейчас последний вопрос но меня просто добил в личке очередой как правильно формулировать желание ой девочки мальчики как правильно формулировать желание этот вопрос меня просто я вообще а улетела такая думаю при надо выйти в эфир и еще рассказать нам не нужно формулировать желание тем более правильно или неправильно неважно сначала про желание вот этот вопрос сейчас разберем про желание и второй вопрос я натанцевала денег нарисовала этих денег на 1 миллион долларов а теперь мне плохо мне хреново там все болит разбито вылезла куча болячек почему так где мои деньги где мой миллион долларов почему я заболела вот и разберу эти два вопроса так как формулировать желание желание это такое чувство от наших недостатков внутри мы чувствуем этот недостаток и нам срочно его нужно но на самом деле чувство это не проявленное ваше я внутренне это все что внешне это просто проявленные букеты ваших чувств в каком-то образе и это просто ваши подсказки то что вам не хватает вам не вам не хватает ни образа который вы себе малюйте образ машины образ квартиры мужа детей здоровья и еще чего-то вам не хватает чувств которые бы вы получили приобретя то ли иное вот вы хотите только чувствовать вам деньги нахер не нужны машины квартиры и все 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 вам нужно только ради одного ради определенных чувств зачем вам квартира но вы бы чувствовали себя комфортно свободно зачем вам деньги для свободы для комфорта чтобы не было страха завтрашнего дня так далее то есть вы хотите чувства вот эти внутренние чувства просятся наружу которые вы хотите здесь и сейчас вы же в этой точке которая сейчас находитесь хотите что-то чувствовать и поэтому у вас рисуется в голове картинки какого-то букета чут в виде какого-то образа то просто ваши подсказки что вам сейчас не хватает но они квартиры вам и что-то не хватает и и денег он сейчас мне хватает вам хватает чего поэтому желание как и там формулировать или не формулировать это вообще все наважно вы Nation cha 어떡у все что вы хотите напишите это в любой форме как вы хотите Нет никакого правила, как выписать свои желания. Я хочу апельсин съесть, я хочу машину, я хочу, я хочу такую херню, я хочу мужа, я хочу ещё чего-то. Короче, я хочу, я хочу. Выписали. А потом спросите себя внимательно, а что на самом деле кроется за этой квартирой? А что на самом деле кроется, если я получу мужа, то что я буду чувствовать? Какие чувства я хочу ощущать, когда я замуж вышла, или жилища, или детей рожу? Какие чувства я хочу испытывать? Вот эти чувства вам подвластны здесь и сейчас. Вы кладете из всех этих чувств, которые рождаются внутри вас и никуда дальше вас не уходят. Эти чувства можно получить, не дожидаясь того образа и картинки, которую намалевал ваш мозг. Вот. Дайте эти чувства, и самое, что интересно, это будет во вне проявляться. То есть вы даёте себе чувства, которые вы хотите. Узнайте, что вы на самом деле сейчас чувствуете, и вы поймёте, как эти чувства, которые сейчас у вас проецируют, вашу внешнюю действительность. И вы поймёте, у вас это будет встроено, у вас в это верить не надо, вы просто поймёте, проанализируйте, какие у меня сейчас чувства. И тогда вы увидите, какая материальная действительность щипит компьютер. Ну, блин. Но у меня тут просто загрузка идёт, и я ничего поделать не могу. Сейчас поставлю, может быть. Как-нибудь пристроить телефон. Меня слышно вот так, скажите, пожалуйста. Ой, обожаю слушать об одном и том же, о том, чтобы наблюдать свои чувства. Если вы сейчас поймёте, что вы хотите машину, и что вы при этом чувствуете, вы чувствуете недостаток, вам не достаёт. Недостаток порождает недостаток. Когда вы поймёте, что за машиной кроются чувства определённые, там целый букет, их много, я за вас не знаю, какие там чувства, у каждого свои. Когда вы напишете список этих чувств и попробуете их сейчас себе создать, проживёте их, прочувствуете, находясь как раз-таки здесь и сейчас, в этой точке, вы осознаете, что вам уже машина не нужна, потому что вам эти чувства, которые вы можете прожить здесь и сейчас, уже даны, у вас всё есть. Если ещё будет какой-то недостаток после этого проживания чувств, значит, не все чувства себе дали. Не все чувства каждый может прожить, вспомнить их и так далее. Те чувства, которые вам не хватает, понять, как это вот ощутить. Идите на тест-драйв этой машины, идите, посидите в этой машине, попросите, чтобы вам дали порулить у штурвала на этой машине, идите, посетите дом, который вы хотите посмотреть, почувствуйте, идите к подружке переночевать, которая живёт в том доме, который бы вы примерно хотели. То есть, вам нужно дать эти чувства. И если вы понимаете, что у вас уже здесь и сейчас уже всё есть, чувство недостатка у вас пропадает. Как только у вас пропадает чувство недостатка, во внешнем мире этого недостатка тоже не будет. Когда вы дадите весь этот спектр букета чувств себе, то это и произойдёт вовне. Но только в том случае, если вы перестанете привязываться к внешнему образу, который для вас по сути ничем не является, ни холодно от него, ни хорошо, вы хотите чувствовать чувства. Но они сейчас вам подвластны, вам не нужно ждать, блин, повторяю ещё раз, 10 лет, чтобы купить этот дом, зарабатывая, чтобы это почувствовать. Вы можете это сделать сейчас. И второй вопрос. Ты говорила, Нелли, что вот, можно натанцевать 30 тысяч рублей, типа, что-то мало берёте, я 30 тысяч уже заработала, надо натанцевать 100 тысяч рублей, там, порисовать и так далее. Я вот порисовала, мне стало плохо. Да, конечно, ваше чувство недостатка в деньгах порождало этот недостаток. А вы ещё взяли рисовать миллион долларов, умножа этот свой недостаток, ощущая, пока вы рисовали фокус, внимание на том, что у вас нету миллиона, прикиньте, как вы умножили свой долг. У вас уже забирать нечего материально действительно, вы уже и здоровье забрали, потому что это такое чувство глобальное, недостатка. А вы ещё этот миллион долларов рисовали. Я имела в виду рисовать не деньги, рисовать чувства, чтобы вы купили на эти миллион долларов. Но вы вряд ли можете взять и потратить сразу махом этот миллион долларов. Нахрена вы его рисуете? Вот вам хочется 30 тысяч, вам их нужно потратить на что-то конкретное, что принесёт, какие чувства принесут вот это конкретное, на что их потрачу. Мы рисуем чувства на 30 тысяч рублей, на 30 тысяч долларов, не знаю, без разницы, на 5 тысяч рублей. Мы рисуем чувства, а не деньги, понимаете? И, блин, когда вы рисовали деньги, конкретно хотели деньги и были в деньгах, вы этот недостаток ещё умножили. Ваш фокус внимания на этих деньгах просто... Бля, вы этот недостаток настолько ещё увеличили. Вы просто не понимаете, что, ребята, харыкть, деньгам привязываться. Вам нужно чувства рисовать. Я хочу на эту сумму почувствовать вот то-то, то-то, то-то. На эту сумму почувствовать. Это вот вы примерно понимаете, да, что вы можете приобрести на тысячу рублей, на 30 тысяч там. У вас в голове есть какие-то, блин, оценки чего-то. И вам просто нужно осознать, вот это осознание, насколько, блин, вы умножаете свои долги, блин, рисуя эти деньги, блин, они чувства, это вообще просто... Нужно было кайфануть на такое количество денег, то есть чувств, потанцевать на 30 тысяч рублей. Но не денег хотя, а тех эмоций получить, понимаете? Эмоции, эмоции на эту сумму. О, божевочки мои, я прям переживаю за эту девочку, которая сегодня проснула вся в болячках от своего миллиона долларов. Это, блин, это вообще как можно было меня так слушать и опять пойти свой недостаток множить. И она ещё и проживала это чувство, понимаете? У неё и так этот недостаток, она ещё больше захотела этих денег, там ещё больше этот недостаток во мне. Она прям прочувствовала каждый листочек, там на рисунке рисовала. Конечно, конечно, откуда ещё болячки? Так, короче, я вам ответила, да? Мы желания не желаем, мы просто смотрим на них для того, чтобы вытащить оттуда недостаток чувств, которых сейчас, блин, здесь и сейчас не хватает. Нам просто не хватает сейчас таких чувств. вот этой наполненности, кайфа здесь и сейчас, когда вы находитесь, вам хорошо. Когда вы мыслями улетели, вас нет. Когда вас нет, ваши желания не могут исполниться, вас нет, кому их исполнять вообще? И когда вы находитесь в себе, здесь и сейчас, и понимаете, что вы чувствуете, да? То, что вы есть, вот тогда желания ваши исполняются. Но при этом вы эти чувства даёте себе. Вы чувствуете, что у вас злость кипит, вам хреново. Понимаете, что злость — это дуальность всего лишь радости, и что злость и радость — это одно и то же, это одно и то же чувство. Вы просто его разделили на две части. Мы всё делим на дуальности. Короче, трансформируйте шаблоны мышления. Эта техника никуда не делась. Что у меня тут есть? А, блин, мне нельзя было ком закрывать. Ладно, заново буду скачивать эфир. Как супчик получился? Кайфовый. Правда, его никто больше не стал есть, кроме меня. Расскажи, как обрести уверенность. Уверенность и уверенность — это тоже одно и то же чувство. Я ни в чём не уверена. И это даёт мне расширение. Зачем мне приобретать уверенность? Она уже в вас есть, почувствуйте её. Но также почувствуете, что неуверенность и уверенность — это две стороны одной медали. И в чём уверенность вам обретать? Наблюдайте мир, он вообще всё отражает, всё, что вы чувствуете, всё отражает мир. Все люди, вот как последний эфир был, блин, такой кайфовый, не записался про яблоко. Все люди — нейтральные персонажи, все яблоки нейтральные. Вы не яблоко чувствуете, не запах яблока чувствуете. Это чувство внутри вас, вашего тела. Если вы возьмёте и пощупаете, вы не внутри яблока чувствуете, да, а вот тут чувствуете, в теле. И все эти чувства можно менять. Заметили какое-то чувство, которое вас не устраивает, наблюдаете за ним, оно начинает трансформироваться при наблюдении. Оно сразу приобретает другое состояние, как только вы это заметили. Соответственно, меняется внешний мир. Будет ли ещё марафон про деньги? Ну, можно устроить, если есть такое желание. Шум какой-то в эфире, так, это уже убрала. А если не можешь дать название чувству? Не надо, не подгоняйте его словами, какие-то шаблоны. А если обнимашке всякая такая фигня, хочется от определённого человека забнимать себя, что ли, или просто ощутить, как это, когда меня обнимают. И так, и так, попробуйте по-разному. Я не знаю, что в ваших мозгах творится, я не знаю, что творится в вашем теле. Я не могу вам это подсказать. Я могу только вот сказать, поделиться своим собственным опытом. И вы привязались к этому конкретному человеку, потому что рядом с ним вы испытываете определённые чувства. А если вы осознаете то, что человек — это яблоко, и взаимодействуя с ним, вы чувствуете это в теле, то вы можете это воспроизвести и без него. А он уже будет как проекция ваша вовне, в нём или в другом скафандре. Вы сможете эти чувства воспроизводить вовне, как только у себя это получите. От себя получите, осознаете то, что это ваше чувство. То есть материальная действительность как-то поменяется. То ли он будет рядом, то ли другой человек придёт, с которым вы такие же чувства будете испытывать. Понимаете? Потому что ваше отражение, оно за вами повторяет. Вы к зеркалу приходите, да? Оно повторяет. Вот я сейчас сижу в отражении и вижу, что я вот так яблоко делаю. Моё отражение за мной повторяет. Я сейчас чувствую недостаток этого человека внутри себя. Блин, я хочу его обнять, а его нет? Нет, ну, ваше отражение это и показывает. Как только вы поймёте, какие чувства он вам даёт, он просто ваша подсказка, он нейтральный персонаж, то попробуйте их воспроизвести. Материальный мир вам отразит. Каким образом отразит? Не знаю, наблюдайте. Может быть, придёт собачка на улице, и вы просто, побыв рядом с этой собачкой, погладите её, почувствуете то же самое. Я не знаю, как это вообще может отразиться во внешнем мире. Потому что это только мозг ваш рисует определённые картинки. И у каждого они свои, потому что шаблоны, паутинки эти мозговые, они у каждого свои, правильно? У каждого свои фильтры сознания, через которые наши чувства проходят и материализуются в какие-то образы. У меня на третий день, а что я сейчас чувствую, стали предметы в пространстве проявляться из ниоткуда. Шоколадка, например, дерево. Интересно, волшебница. Классно. Материальный мир начинает показывать себя. Я уже начала выискивать чувства, исходя из своих фантазий. Понимаю, начинаю играть, что их проживаю. И такой прилив сил. Да, всё только начинается. Представьте, вы только сейчас на первой ступеньке вот этого всего стоите. Вы просто не представляете, какие волшебники и какой мир перед вами сейчас откроется. Вам сейчас нужно потренироваться. Это только первая ступенька. Я потом дальше ещё расскажу интересные вещи. Но не могу я сразу сейчас всё выложить. Мы постепенно от мозга переходим к чувствам. Сначала мы работали с сознанием. Потому что сознание настолько зашорено, нам шаблоны мышления наши мешали хоть что-то чувствовать. Сейчас критическая масса людей уже, наверное, натрансформировала эти шаблоны. И наше коллективное сознание начинает меняться. И поэтому я так думаю, что люди уже практически все могут чувствовать. Хотя раньше, блин, всем нам было не до чувств. Мы с умом работали. А дальше больше. Это только... Блин, сейчас вот планета движется к переходному периоду. У неё переходный период, да? Она куда-то движется. Сейчас она меняется. Очень быстро меняется. Там движуха такая у людей. У всех. У планеты, у людей, у Вселенной. И это только, блин, начало пути. Прикиньте, люди. Мы скоро вообще себя не узнаем. Это вообще... У меня просто мозг, так заглядывая немного в будущее, я вижу вообще других людей, другое сознание. Это так круто. Спасибо, что пояснила этот важный момент. Я в нейрографике такое замечала. Конечно, мы не деньги рисуем, а состояние. Мы рисуем то, что мы хотели бы получить, и прочувствуем это состояние. Нейрографика — это какой-то другой рисунок карандашом. Танцы, песни, обнимашки с котом. Это всё не важно, как вы будете эти чувства себе получать. Но главное то, что перестаньте цепляться за иллюзорные образы внешнего, потому что вы хотите не этого. Это просто материализованные чувства, которые вы могли бы получить. И типа этого добьётесь, вы это получите. Да, оно так и есть. Но чтобы этого добиться, это должно изначально быть у вас. Мы творцы, и сначала идёт желание, импульс, интерес. То есть непроявленные чувства внутри, а потом они с помощью силы любви, наблюдения за собой, сила любви, блин, это наблюдение за собой, материализуются. И материализуются в то, что мы назначили. Вот как чувство мы назначили, прожили его, так оно и материализуется. Люди сейчас живут, вот просто колоссальное количество людей в чувстве нехватки, недостатка. И этот недостаток, он проявлен. И это правда самоподтверждается всё время. Всё, что вы чувствуете, то вы и видите. Весь мир, так же, как и яблоко, оно нейтральное, понимаете? Нейтральное. Оно вызывает, вот видите, яблоко, да? Это просто круг. Это просто круг плотной формы какого-то определённого цвета, который вы наделили себя. Коллективное сознание наделило его зелёным. Вот оранжевый круг, который коллективное сознание наделило. Оранжевым цветом мы коллективно наделили. И они имеют определённые запахи, вкусы, общепризнанный какой-то признак, да? Какое-то общепризнанное обозначение слова. Но для каждого человека вот этот круг или вот этот круг, он вызывает определённые чувства. Кто-то любит апельсин, а кто-то любит яблоки. Кто-то фрукты вообще не любит, а кто-то их любит. И взаимодействуя с этим, вы начинаете познавать себя. Я себя познаю через апельсин. Я его сейчас люблю. Это мои чувства любви к себе, понимаете? Я люблю этот апельсин. Он у меня вызывает чувство такой яркости, сочности. А ещё и пахнет классно. Я сейчас чувствую себя. То есть эти чувства внутри во мне раскрываются. Я хотела такие чувства испытать. Я их испытываю. И эти чувства были изначально во мне. Только я на них обратила внимание. У меня во внешней действительности материализовалось и яблоко, и апельсин. Материализовались только потому, что эти чувства я наблюдала в себе внутри. Вот этой вот красоты или ещё чего-то. И вот оно появилось вовне. Мир вторично не первичен. То есть первично ваше сознание, ваше чувство. И ваше чувство недостатка вечно. Чего-то вам всё не хватает. И мы наделяем это всё внешнее своими чувствами. Так мы и наблюдаем эту материальную действительность. Сон приснился. Видела себя со стороны, как пустой манекен. Куклу после вчерашнего эфира. Вот. Прикольно. Теперь эту куклу наделите чувствами. И будет классно. Я могу не рисовать, не танцевать, а сразу поиграть. И чувствую подъём. Вот. Уже несколько человек тут написали. Класс, но вот ты живая, ты. Ну вы себя видите. Я нейтральный персонаж для вас. Нейтральный. Вы видите себя и чувствуете в своём теле собственные чувства. Кто-то у нас сейчас классный. Кто-то у нас сейчас живой. Кто-то у нас сейчас крутой. Я вчера почувствовала новую работу и зарплату. Сегодня коллега выиграл эту месячную сумму. Офигенно. Только если бы вы ещё находились постоянно здесь сейчас, выиграли бы вы. А так пока почтальон маршет вам. Ваше желание хочет до вас дойти. Но пока вы не в себе. Я смотрю, у тебя такое чувство радости. Классно. Карту чувств надо замутить. По-любому. Помните, мы рисовали карту желания, а теперь карту чувств. Но видите, тут ещё такая фишка. Не надо чувства облачать в слова. Особенно новые чувства, какие-то непонятные, неопознанные. Вы начинаете их обозначать в определённые слова. И эти чувства подгонять под определённые шаблоны. И вот эти новые чувства просто убиваете, подгоняя их под старые какие-то шаблоны сознания. Просто чувствуете, просто наблюдаете за этим. Эти чувства начинают играть разными красками. Вот вы испытываете злость, наблюдаете за ней, оно начинает меняться. Вы перестаёте испытывать эту злость только при наблюдении. Как про дыхание я вам говорила, что вы наблюдаете своё дыхание, и оно начинает меняться. Вы начинаете дышать глубже, дольше или быстрее. Не знаю, просто понаблюдайте за дыханием, посмотрите, как состояние меняется, очень быстро меняется. И чем дольше вы наблюдаете, тем понимаете, насколько оно всё время разное. Также при наблюдении любого чувства мы его не угоняем никуда, не давим, не искореняем. Чувство какое-то деструктивное, как мы называем, деструктивное чувство, которое сливает нам энергию. Мы не боремся с ним, мы его принимаем, потому что в нас есть все букеты чувств, и все они важны. Если нам рука не нравится, мы же не будем её отрезать, нога лишняя, мы же её не будем. Это всё в нас есть, это все чувства, все наши, они разнообразные, и мы хотим чувствовать все чувства. Не надо ничего подавлять. Но при наблюдении этого чувства оно меняется, и вам становится хорошо. А если вам становится хорошо от злости, она автоматически перестаёт быть деструктивной, согласитесь? И эта злость уже перерастает в радость, потому что вы уже понаблюдали и приняли это в себе, и не стали с ней бороться. Блин, объясняю, объясняю, объясняю. Знаете, это, короче, не объясните, надо чувствовать, надо попробовать. И будет классно. Злость и радость — одно чувство. Спасибо за такой инсайт. Да-да-да, теперь буду радоваться, когда буду злиться на кого-то. Я вообще, когда злюсь, знаете, какая радость. Вспоминаю, что это в какой-то степени и радость. Мне можно злиться. Да, конечно, нам можно всё. Вот проснулась, подошла к окну, спросила, что чувствую. Тепло от батареи, холод от окна, ещё и запах, остальное мысли они чувствуют. Так? Ну, типа так. Типа так. Типа так. И в то же время понимаешь, что любую книжку, даже 19 века берёшь, там всё это есть. Просто каждый через свою призму ума рассказывал. И вот сколько бы я ни читала, я это не понимала. А потом, когда начала заниматься телепатией, я вообще просто куда-то ушла не в ту степь. И поняла, что можно сочетать информацию там из будущего, из прошлого, с камня, с моря и так далее. Я начала это пробовать и вообще охренела от того, какой поток информации на меня идёт. И я понимаю, что все об одном и том же. Но я раньше смотрела в книгу, видела фигу, знаете, такое. И, короче, охреневаю от того, что сейчас происходит. Ой, какой у тебя был раньше бизнес? Раньше у меня было рекламное агентство. Пять лет. Успешное. И очень деньги много приносящие. Это последнее, что у меня было. И ателье у меня было своё, и агентство недвижимости, и машины мутило за гранд-паспорта. Короче, фигни. Куча за свою жизнь, много чего было интересного. Вот. Ну, последнее, это был рекламный бизнес. Я делала и сайты, и приложения, и Яндекс, и Гугл, вела курсы. Что ещё делала? Да, вообще всё, что связано с интернет-рекламой, всё. Ой, любовь зашкаливает, благодарность. Благодарю, прям до мурашек, классный класс. Но если бы люди не стали чувствовать, то нас бы чипировали. Пришла такая инфа. Никогда про чипирование даже не думала. Фиг его знает. И я, походу, не с той планеты, люди, где чипируют. Почему я спросила про Дэна? Просто я без тебя даже день не могу уже. А где ты про Дэна спросила? Я что, пропустила? Тю, я не вижу твоего сообщения. Ладно. Вот проснулась, подошла к окну. Так это я читала. Как же классно наблюдать за своими чувствами. У меня реальность меняется. Просто со скоростью в минуты. Там в секунды меняется реальность. Нелли, спасибо за такой подарок. Пожалуйста, я готова делиться. А что сидеть, гореть тусклой лампочкой в подвале? Чем ярче горишь, тем ярче горишь. Ну, в смысле, чем ярче светишь вовне, да, тем ярче внутри. Это же, блин, круто. Даже не знаю, блин, как объяснить словами то, что я сейчас почувствую. Очень классно. Стал наблюдать, что каждое утро мне нужно включать эфир, слушать тебя. Буквально чуть я имею настроение на чувство. На весь день, потом ночью я провалилась. Да, у нас ночью идёт обновление с вами. Нам утром нужно просыпаться и заново учиться вспоминать. Любовь, чувства и всё-всё-всё. Ночь — это маленькая смерть. То есть, типа, мини-такое забвение. Даже не мини-забвение, это смерть. Мы просыпаемся новые каждое утро, обнулённые полностью. Так что всё с этим в порядке, нормально. Ну, учитесь настраиваться тоже сами, не только с эфира. А то это уже в какую-то зависимость и недостаток превращается. Зависните на мне, придётся это всё удалять. Кстати, у меня седьмого дня желание возникло полностью на Ютюбе, на своём канале всё удалить вообще. Всю инфу и начать говорить заново и новые эфиры заливать. Не знаю, почему. Нужна ли старая инфа про трансформацию сознания, шаблоны мышления? Ну, как бы она мне нужна, я ещё пользуюсь. Вот. Но потихонечку, возможно, приду к тому, что и нафиг и не нужно. Можно через чувства трансформироваться. Просто здесь и сейчас находиться это сложно, как раньше я думала. Сейчас мне уже не сложно. У меня что-то щёлкнуло в голове, мне не сложно. А до этого мне нужно было такую критическую массу этих шаблонов мышления трансформировать, осознать, что капец, чтобы до этого дойти. Что с бульоном? Бульон офигенный. Я перестала чувствовать запахи. Они искажены, не там пахнут, какими я их помню. Что это значит? Ну, вы всё время в разной реальности. Запахи не повторяются, вкусы не повторяются. Ни одно чувство никогда не повторится, ничего не повторяется. Вы этот опыт уже проживали, поэтому он всегда новый. И это классно, что всегда всё по-разному. У меня эфир зависает постоянно. Это мои чувства. Ну, я не знаю, что-то вы же чувствуете при этом. А что записывать тогда, если чувством не давать название? Ну, вот я в прошлом эфире говорила, просто их каким-то крючком за крючкой обозначить, сердечком, цветочком. Знаете, мы переходим в древности. Помните, значками писали. Сейчас надо на значки переходить. Как-то обозначить, чтобы зафиксировать для себя, ну, что вы чувствовали, это просто для тренировки. На самом деле-то и не надо ничего записывать, просто наблюдаешь за собой целый день, и всё. Но как бы мы всегда слетаем с этого состояния, да, и нам нужно просто потренироваться. Не надо их прям там описывать, описывать, вот прям такое чувство. Мы всё, все чувства подгоняем. Классно, хорошо, нормально, прикольно, здорово, радостно. Всё, точка. Миллиарды разнообразных чувств мы подгоняем под там 3-5 слов. Классно, здорово. У меня тоже словарный запас короткий, маленький, и я такая клёво, клёво, классно, здорово, радостно. Всё, точка. А там просто миллиарды этих чувств. Поэтому можно как-то их обозначать. Найдите свой язык, я не знаю, не могу сказать. Надо найти новое третье, значит, между записью их, но и не повторять их под какие-то шаблоны. Не знаю, пробовать надо, что-нибудь пробовать. Я хочу просыпаться в 7.30 утра. О, я тоже хочу. Ну, короче, не для меня, не в этой жизни. Сегодня не получилось. Встала в это время, вышла в зал в 8.15. Вижу, часы остановились на 7.30. Ох, не в хрена себе. Прикольно. Перестаём лайкать по этой причине, может быть. Ну, да, может быть. А, я вижу. А ещё, блин, вот YouTube-канал, у меня там подписчиков не прибавляется. Я его никак не продвигаю. Комментариев нет. Ну, и лайков тоже мало. Раньше у меня очень было много просмотров, эфиров. Прям, ну, по сравнению, как много, мало. Но по сравнению с тем, что сейчас, ну, как бы, желание, да, пропадает. То, что нафига это я делаю? Это же, блин, целая куча времени нужно, блин, скачать, загрузить, поставить там теги, обозвать. Ну, для меня вот эта вот загрузка, там, 2 часа загружается на YouTube. Ну, так с интернетом получается. Пока это всё загрузится, выпустится, там, поставится на таймер. Короче, целая заморочка. Вот. Ну, не вижу, что это надо, короче, кому-то. Вот. Поэтому и было желание такое удалить. Типа, ну, если не надо, ну, как бы, нафиг. Пофиг. В прямом эфире в Инстаграме сердечек много. Лайков много, комментов много. Здесь я отдачу вижу, да, и мне интересно просто вести прямые эфиры. И в последнее время поэтому они, ну, я это чувствую, да, это чувство мне показывает, они не сохраняются для YouTube. Вот я хочу нажать завершить, а раз интернет пропал, у меня слетел эфир, и всё, я уже какой раз вот не записала ничего. То есть эфиры мои не записываются. Потому что у меня внутри чувство, оно сразу же подтверждается, что нафиг мне этот YouTube, если я там не вижу, ну, вообще отдачи никакой. А здесь мне интересно, здесь я с вами взаимодействую, поэтому вижу. Вот так и, блин, эфиры не записываются для YouTube. Открыли мне глаза. Почему так? Классно, разобралась теперь. Есть ведь разница между чувствами и эмоциями. Злость — это эмоция, радость — тоже эмоция. Да зачем вообще их делить? Вот ваш мозг вот просто не знает, чем заняться. Какая разница, злость, эмоция, чувство это или ещё какая-то хрень? Да пофигу. Вы за собой наблюдаете. И то, что хотите получить из материального объекта, образа вашего внешнего, какие внутренние чувства непроявленные хотите получить, берёте и даёте. Как вы их там назовёте? Эмоция, чувство, может быть, там букет и чувства, эмоции. Не важно, зачем вообще сидеть и мозг вот надо разделить, вот эмоции — это вот это, а чувства — вот это, вот это. Как бы, блин, это такие лишние действия. Вам вообще самому не лень это разбирать. Глубокий опыт чувствования получила на обучении ладанья. Это волшебное состояние жить согласно своим чувствам. Да, это суперволшебное состояние. Нель, расскажи, пожалуйста, про людей будущего. Как считаешь, надо детей учить истории, всему этому ужасу в истории? И надо, и не надо. Всё равно, всё равно, чтобы сейчас мы не изучали, эффект мандалы, да, знаете? Манделы. Манделы. Я всё с мандалами. Манделы. Это когда сейчас вы помните одно прошлое и параллельно другое. В мультиках раньше там «Покатай меня, большая черепаха». Вы же помните, да, как в песенке пелось? У всех в мозгах есть. Но если вы посмотрите старые записи мультиков, там сейчас таких слов нет. Там «Покатай меня», а «без большой черепахи». То есть её там вообще нету. В мультике нет таких слов. И у нас всё переписывается. История переписывается, Библия переписывается и так далее. И изучать это для того, чтобы это изучать здесь и сейчас, это, да, интересный момент, так как наше прошлое складывается из точки здесь и сейчас. Люди сейчас научаются. Вот именно в это время. Мы живём в офигенное время переходное. Научаются менять реальность, менять прошлое, менять будущее. Раньше мы этого делать не умели, у нас там день сурка был, и прошлое неизменное было. Наше течение жизни было другое, время было другое, оно текло по-другому. Сейчас по-другому. И то, что сейчас происходит, те воспоминания, они складываются и здесь, и сейчас. Почему бы не изучать историю вот с этой точки зрения, что сейчас у нас такое мышление, раз у нас такая история. Вот. А по поводу того, что это неизменчиво, то смысла нету, конечно, в эту историю изучать. То есть смотря с какой точки зрения посмотреть. Новое поколение, что я считывала по информации, но в 2070 году у нас уже будут машины на улице летать, прикиньте. Не будет дорог вот наземных. Это очень круто. Без пилотники будут все такси, то есть личных машин не будет. А еще очень интересно, что люди не будут привязываться к деньгам. Не будут привязываться, но это я не знаю, когда будет, но будет скоро. Не будут привязываться к деньгам. Будет очень много новых программ вирусных, ну, типа коронавируса, это же тоже программы. Но все старые блячки, они уйдут, их не будет. Я не знаю, что конкретно именно рассказывать. Такая тема. Вся инфа есть, но только ты можешь донести так. У меня, значит, работает одна антенна, она настроена только на тебя. Фига, прикол. Я спросила, а, как Дэн без тебя там? Ну, я не знаю, Дэна хорошо, занимается своими делами, все у него прикольно. Я думаю. Иван Тургенев описывал свой сон, что он был птицей, летал. Когда он проснулся, то на физическом уровне чувствовал это ощущение. Мне очень часто снятся сны полета, и я реально просыпаюсь с такими ощущениями. Вот прям, я думаю, что это у многих людей такое было, полета, падения особенно, да? Кто-нибудь падал ночью во сне? Дети, когда растут, у них такое полное движение, что во сне эти чувства очень часто происходят. Вот я была маленькая, мне прям полеты эти снились. Чем ярче горишь, тем больше наполняешься. Благодарю за эфир. Класс, спасибо, дорогая. Старая инфа нужна для новеньких. Мне помогло это, чтобы сейчас понимать то, что ты говоришь. Тогда давайте побольше комментариев мне на ютюбе, что мы здесь, мы тебя смотрим, не удаляй. Тогда, блин, классно будет. Да, точно. Я утром так тяжело возвращаюсь в любовь, как будто всё забываешь и живёшь заново каждый день новый. Ну да, не удаляй, пожалуйста, ничего. И каждый новый день — это заново процветающая жизнь. А зачем вам старая информация? Ну, вам-то уж точно она не нужна. Вся информация, которая к нам пришла, она уже встроилась в нас. Она уже устарела. Зачем за ней держаться, когда жизнь — это постоянно поток нового, поток новой информации, вот этих движух. Зачем вообще держаться за это старое? Всё, я не понимаю. Я пока, ну, в разногласии не нахожу. Может, и вправду оставить для новеньких, которые не в курсе. Может быть. Надо про духа всё удалить, потому что мне эта тема вообще не интересна. И пересмотреть эфиры, где я говорю, там, обращаемся к духу. Можно обращаться к духу, но когда ты понимаешь, что ты — это он. А люди обращаются к духу и от него чего-то ждут, явно не в себе. И поэтому дезориентирование такое полное происходит. Засыпая, прочувствовала, как что-то пролетело молниеносно, со скоростью света. Я содрогнулась. О чём это? Не знаю. Может быть, у тебя там квантовый какой-то скачок и переход был. Классно же. Ну, удаляй видео, я смотрю. Так, пиши мне, я смотрю. Не удаляй. Мне на ютубе ставь лайк и что-нибудь говори. Ютуб нам нужен, и старый тоже. Там всё ценно. Просто будем смотреть с конца до начала. Кстати, о птичках. Я вот сейчас с новым созданием. Ну, это говорила ещё тоже недавно в эфирах. Посмотрела свои посты и старые записи двухгодичной давности. И охренела от того, что я очень много говорила про чувства. Прям, блин, каждому пост пронизан был про чувства. И на ютубе видео было про чувства. И год назад, и два года назад. Но до меня только сейчас дошло про эти чувства. Грёбаные, бля, хавуха. Я столько про них говорила. Но вот так глубоко дошло сейчас. Вот прям реально, как я могла это говорить? Ещё это всё людям показывать. А кто-то доходил и говорил, Нель, ты нихера не понимаешь. А я вот догнал после тебя. Ты вот меня научила, показала, рассказала. Я теперь всё понимаю, а ты нет. Я думаю, блин, ну как так? Это же я тебя научила, показала, рассказала. А, блин, ты до меня не знал. Ну, может, ты знал. Да по-любому мы все всё знаем. Просто помогаем друг другу вспомнить. А я всё думаю, как это так? А вот так оказывается, что я ни хрена не догоняла. И каждый день я так и говорю, что я вчерашний день не догнала. А сегодня я догнала. А завтра я скажу, что я за чушь сейчас снесла, потому что, блин, вообще всё не так. И мне классно. И новое сознание приходит, инсайты, бесконечно только тогда, когда вы понимаете, что старая информация устарела и не хрен за неё держаться. Как только вы разрешаете себе не помнить, не держаться и не опираться на старое, к вам всегда приходит новое. Это вот секрет, секретный из всех секретов. Так что, ребят, не держитесь за старые знания. А я знаю, как мне материальная действительность это подтвердила, говорите вы. Но правда самоподтверждающаяся. Как только вы разрешите себе сомневаться в себе и в старой своей информации и о чём вы вчера говорили, прям реально разрешите, а не будете доказывать свою правду, что вот это только вот так, это вот только так. А вот разрешите, что да, сегодня я говорю это, но завтра я переобуюсь. И то, что я говорила, всё не так. Я не держу здесь свою правду. И поэтому она вкачивается в меня прям тоннами каждый день, какая-то новая, я вообще принимаю её просто. Но я не успеваю её переварить, она куда-то ускользает, потом опять меня догоняет. Короче, такие дела. Не держимся за старое. Я вот знаю, что денег мне не заработать. Я зарабатывал, зарабатывал, зарабатывал и ни хрена не заработал. И правильно не знайте, вернее, знайте, что старые действия, которые вы делаете, они по-новому вам ничего не принесут. Классно? Значит, это не работает. Надо как-то по-новому попробовать. И не доказывать. Вот ещё раз скажу. Я сама просто запуталась. Мы часто говорим то, что я знаю точно, я попробовала раз в 20, и вот мне материальная действительность подтвердилась. Вот мне деньги приходят только от работы. Вот я пробовал, и так оно и есть. Вот с других источников не приходят. Это ваша правда, за которую вы держитесь. И она всё время подтверждается. Да, ты творец, да. Ты уверен, что деньги только приходят, когда ты ходишь на работу. Выполняешь вот определённые вот такие действия. А от выполнения других действий их нет. Да, это правда. Но как только вы от неё отказываетесь, блин, а мне интересно поднаблюдать, а как по-другому, то правда подтвердит вам другую реальность. То есть как вы хотите это видеть, так вы и видите. Вы хотите видеть, что деньги от работы. Пожалуйста, получайте. Вы хотите видеть, что деньги от работы не приходят. Вы сейчас лишитесь работы. Но вы хотите видеть, как они придут сами. И они придут сами. Ну или там, как я сейчас получу там что-то. Но опять же, денег мы, повторюсь, не должны желать. Нам нужно вычленить, что стоит за этими деньгами. На самом-то деле, чего мы хотим по-настоящему. То есть все наши шаблоны мышления нам говорят, что мы хотим денег. Поэтому мы их и трансформировали, чтобы перестать их хотеть, и развенчали вот эти мифы. И мы работали очень долго с сознанием, несколько лет. Мы — это коллектив определённых людей, которые хотят поменять, как сто обезьян, мыть батат на всей планете, чтобы это пришло в сознание многих людей. И вот мы меняем и наблюдаем, что всем начинают приходить деньги разными способами. Вот. Короче, такие дела. Надо почитать дальше. Это куда-то меня уносит опять. Я прожила чувство встречи с тобой. Мой почтальон идёт ко мне. Он идёт в Луган. Да, но мы собирались в Луган. Там уже у нас куча людей собралось. Поеду я в Швейцарию. Как откроют границы? Потому что я очень хочу в Церн поехать. Прям неинтересно. Чем коротко, тем понятно. Да. С чего началось твоё прозрение? С рождения. Я родилась, и я есть. Да, я слетаю с чувственного состояния. Часто меня легко могут выбить близкие. Значит, это я слабая. Нет, значит, вы легко себя выбиваете. Близкие – это нейтральные просто люди. Вы для чего-то это делаете. Но пока вам так удобней. Как только реально у вас будет желание, чтобы вы находились в чувствах, вы будете находиться в чувствах. Но у вас желание другое. Пойти через боль. Загружай, Нелли. Просто сейчас у тебя много эфиров. Мы всё слушаем. Все эфиры. Когда тебе надоедает делать эфиры, мы пойдём в YouTube. Вот как значит. Так а зачем вам идти в YouTube? Вы до него не доберётесь, потому что я прямые эфиры каждый день веду. Может, прямые эфиры через YouTube вести? Может быть. Попробую. Что-то я как-то не пробовала. Мы не успеваем за твоей скоростью. Фраза «Нихрена себе!» Говорят, плохая формулировка программы. Или это работает согласно убеждению? Работает согласно убеждению. Можно говорить что угодно. Всё зависит от того, как вы слово наделили, каким обозначением. То есть, как вы это слово наделяете. Нихрена себе. И там просто мой возглас вообще ни о чём. Просто класс. Просто класс. И просто класс — это тоже слово ни о чём. Все слова — это ничего. Мы просто их наделили каким-то образом. Образом. Дали ему название. И всё. А оно всё сделано из ничего. Поэтому «Нихрена себе!» Это классно. Благодарю. Смотрю, пересматриваю. И на YouTube тоже. Пусть эфиры сохранятся. Согласки закрываются. Да, у меня, кстати, тоже... Ой, полдвенадцати. Ничего себе. Как это? Там весь замес в мульте с большой черепашки. Да, если посмотрите старые фильмы. Фильмы, говорю. Мультики про большую черепаху. Увидите, что в песне большой черепахи слов нет. Вот как так? Реальность поменялась. А мы все помним другое прошлое. Оно настолько меняется, незаметно же. Потому что наше шаблонное мышление подтягивает старый кадрик. И жизнь статична. Мы не двигаемся вообще. И жизнь наша не двигается. И мы в точке находимся. Всегда в точке. Жизнь — это всё иллюзия, голограмма. Мы вообще в «Матрице», фильм «Матрица» видели. Похоже. Но никто, естественно, нас не качает. Боже мой. Это же вообще придумки фантастов. Вы можете создать себе такой мир. И если вы в это верите, вас будут так же качать. Наверное. Ну, вы сами себя. Мы находимся в точке. Мир статичен. Это просто вибрация, скорость наша. Она нам делает иллюзию того, что мы типа движемся. Мы движемся, да. А так позиция наблюдателя, она всегда в точке. И если взять кадрики в кино, если их увеличить на скорости, мы видим живую картинку вовне. Вот типа того и наш мозг работает так же. Картинки оживляют. И вот эти вот картинки, которые оживляют наш мозг, они статичны. И к чему я хотела сказать? Забыла. А, я хотела сказать, что каждый следующий кадрик очень сильно похож на предыдущий. Потому что у нас шаблоны мышления, которые подтягивают все эти пазлы с прошлого кадра в новый. Если мы от них начнем отвязываться, да, разрушать свои мифы вот эти вот, которые мы себе придумали, надумали, наши картинки очень быстро будут меняться. Моментально и быстро. Причем будут меняться эти картинки, ну, вообще кардинально. Вы болели, а тут раз, короче, неизлечимая болезнь даже и не существовала у вас. Либо ошибка врачебная была, либо еще какая-то херня. У вас никогда не было денег, а завтра вы миллионер. Так тоже все возможно. И вот, это такая игра у нас сейчас. Подтягивать старые кадры, чтобы постоянно наблюдать одно и то же. Это все наши шаблоны мышления, наши фильтры в голове такие. Вы можете начать с того, что работаете с фильтрами в вашей голове и рассуждаете. А чем я наделил, например, это слово? Почему я считаю, что это так, а не так? А что на самом деле является? Ну, вот, например, комфорт, безопасность. Приходит на ум клетка, птица в клетке. В клетке ей комфортно и безопасно. Но на самом деле в клетке, в этом комфорте, ей дискомфортно. Она хочет на волю. И самая большая опасность в ней, потому что там в клетке она проживет очень мало времени. Она воля, она дольше будет жить. Понимаете, там, где опасно, и там, где воля, и там, где нет комфорта, это самый большой комфорт и безопасность. Потому что в клетке она сидит. В безопасной клетке, в комфортной, ей там некомфортно. И опасно то, что она там уже не двигается бездвиженно, а её функция летать. Это вот я вам рассуждаю, чтобы он мышление, например, опасность в безопасности. Безопасность в опасности. Комфорт, он в дискомфорте. А в комфорте вы, блин, умираете. В комфорте дискомфорт, потому что вы в покое, в покойник. Понимаете? Когда вы начинаете перенаделять те значения, в которых вы погрязли, они вас останавливают двигаться от вашей движухи. И поэтому ваши кадрики, блин, застаиваются одинаковой жизнью. Чтобы они быстро сменялись, одна картинка на другую, чтобы ваша жизнь бурлила. Мы все хотим эмоций. Мы все хотим… Кто там разделял эмоции с чем ещё? С чувствами, да? Мы все хотим эмоций, мы все хотим чувств. Давайте мы не будем это разделять. Просто эмоции, чувства, тире. Но они в старых картинках пропадают, застревают. Короче, нам для эмоций, чувств и жизни нового все время нужны новые картинки. Потому что жизнь – это новое все время, новое – это движение. Чтобы эти картинки были новые, нам нужно идти и рассоздавать свои мифы в башке, которые нас останавливают от того, чтобы двигались эти картинки. нас останавливают наблюдать новое. И в каждом слове мы себе придумали какой-то миф, который, блин, этим не является на самом деле. Ну какой комфорт, блин, в комфорте? Какой комфорт в клетке, вот скажите мне, блин? Да никакой. Где там жизнь, где там новое, где там кайф, где там радость, где там смена картинок, где там движение в комфорте? Него там нет, блин. А безопасность – это тот же самый комфорт, в котором мы сидим, закрыли себя. Мы – то семечко, которое не прорастает. Оно там безопасно, но оно там сгниёт. Так где самая большая опасность? В какой безопасности? Или где безопасно, в какой опасности, наоборот. То есть мы погрязли в мифах. А для того, чтобы их трансформировать в нашей голове, нужно просто начать о них думать и рассуждать. Говорить самим собой. Или берите круг под рук и говорите толпой, пофиг. Ну что-нибудь говорите. Не ждите никакие ответы от духов каких-то. Пока вы думаете, думаете, да, ум ничего не знает. Он просто переводчик. Пока вы думаете, вам никакие картинки, никакие образы, никакие ответы не придут. Потому что если бы ответы были, вы бы о них уже знали. Вам их нужно создать, эти ответы. Рассудить, создать здесь и сейчас новый ответ, для себя. Переназначить ваши шаблоны мышления по-новому. Переназначить. Чтобы их переназначить, вам нужно говорить. То есть садитесь и несите чушь. Пофиг вообще, какую. Главное, вам нужно говорить. Создавать новое. То есть говорите, говорите, и вам придёт этот инсайд. А пока вы думаете, просто думаете. И ждёте ответ, его не будет. Потому что всё, что вы там думаете, ум не знает. Ум не знает, реально. Вы будете брать. Кто-то говорит, это из коллективного сознания скачать ответ. Кто-то говорит, что в информационном поле, энергоинформационном поле, планеты, земли, людей, есть вся информация, оттуда взять. Либо вы, боги, просто создаёте здесь и сейчас новое. Вы творите. Говорите, как это порадует. Может быть, это дух вам даёт. Пофиг вообще. Как бы вы это ни обзывали, факт остаётся фактом. Ваш ум ничего не знает. Он ограничен ограничениями этой жизни. И опытом этой жизни. Опытом ваших 30-40 лет. 50-70. То есть, для рассуждений. И вот это «я не знаю». Да это хорошо, что вы не знаете. Если бы вы знали, вы бы сейчас не сидели бы и не рассуждали. Конечно, я не знаю никогда ничего. И это хорошо, что вы не знаете. Потому что ответы мы создаём. Мы их придумываем на ходу. Фантазия – это самый великолепный навык. А фантазия без лжи не существует. Ложь – это одно и то же чувство, что и фантазия. Просто вы разделили на плохое и хорошее. Создавать новые в виде фантазии – это хорошо. А создавать новые в виде лжи, хотя это одно и то же. Это плохо. Вот я вам сейчас и сказала. Трансформировала программу. Ложь в фантазию. Хотя это одно и то же чувство создания нового. Мы творим путём создания нового. Рассуждениями. Потому что сначала было слово, и слово было у Бога. И мы, когда рассуждаем, мы даём словам новые значения. Вот. Я не знаю, кто меня сейчас понимает. Такое впечатление, как будто я уже с профессорами. Я тут, Мелли Давыдова, я сижу. И все такие, да, класс. Ой, у меня осталась одна минута. Я завершаю эфир. Лана, это шаблон мышления. Как на делите, так и будет с бабочками. Так, собаку отпустить на волю. Собачники стреляют на мыло. Вот так и безопасно. Боже мой, вот это шаблоны мышления. Бабочки на воле живут меньше. Боже мой. Вот какие у вас шаблоны мышления ограничиваются. Мама, мама, мама. Мама, я тебя вспомнила. Привет, мама. Всё, пока мне интернет не отрубил. Самые последние минуты. Сохраню эфир. Пока. Пока-пока. Сохраню эфир. Пока. Сохраню эфир.